Такого снегопада давно не помнит Бобруйск. Хотя декабрь нас приучил к своему непостоянному характеру. То ледяной дождь заливает, то метель окутывает улицы и дома. На этот раз атмосферный фронт с юго-запада Европы атакует снежными зарядами. Всю прелестней погоды ощущают на себе и жители Старого Света. Снегопады парализовали Европу, отменены рейсы и тысячи домов без света. Так на юго-востоке Франции за ночь выпало 5 сантиметров снега. Этого хватило, чтобы вызвать хаос на дорогах. В 28 департаментах Пятой Республики оранжевое предупреждение. Схожая ситуация и в Соединенном Королевстве. В Бобруйске сложные погодные условия с самого утра. Снег, метель, гололедица. Экстренные службы работают в усиленном режиме. Больше всего хлопот Небесная канцелярия доставляет автолюбителям. Машины полностью окутаны белым одеялом. Без щетки и лопаты не обходятся. Госавтоинспекция призывает водителей выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость. Держать дистанцию, соблюдать боковой интервал. Пешеходам следует проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части. Учитывать, что тормозной и остановочный путь автомобиля на скользкой дороге значительно увеличивается. Оранжевый уровень опасности из-за сильного снега продлен в Белоруссии на пятницу. На отдельных участках дорог возможно гололедица. Ветер юго-западный с порывами до 50 метров в секунду. Ночью будет от 7 до 12 градусов мороза. В светлое время суток 2,7 со знаком минус. В начале следующей недели сохранится минусовая температура. Во второй половине столбик термометра может подняться до плюсовых значений. В целом, по прогнозам мировых прогностических центров, предстоящая зима ожидается в большинстве дней не холодной. Однако с неустойчивым характером. Снег кружится, летает, летает. И поземкою клубят. Максим Кембель и Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.